За 8 лет фестиваль документального кино «Соль земли» стал по-настоящему народным. Количество конкурсных работ с каждым годом растет. Картины присылают из самых разных уголков России. А кинозал художественного уже не может вместить всех зрителей. Перспективы развития кинофестиваля стали темой обсуждения на встрече дирекции и почетных гостей с представителями администрации Самары. Это подчеркивает в какой-то степени роль Самары в кинодокументалистике, позволяет еще раз вспомнить о замечательных режиссерах, авторах, которые творили историю документального кино. Я думаю, что по результатам таких фестивалей появляются новые и новые открытия, новые яркие имена. Накоплен большой архив фестивальных работ. Периодически в Самарской области проходят выездные показы и тематические встречи со зрителями. Но этого недостаточно, уверены организаторы «Соли земли». В Самаре необходима постоянная площадка, где документальное кино будут показывать не неделю, а круглый год. Чтобы фильмы не лежали на полках, чтобы их видело как можно большее количество зрителей, наверное, нужна какая-то постоянная площадка и работа со студентами, со школьниками, со зрителями. Приглашать режиссеров, авторов, создателей картин из разных уголков России. Личный диалог, личная дискуссия, личные встречи, они обогащают душу человеческую. Я вижу в аудиториях здесь, то есть в просмотровом зале студентов. Студенты тянутся к общению, им хочется, они же молодые. И поводом для них может быть и картина. Предложение создать в городе киноклуб документальных фильмов нашло поддержку. Сейчас в Самаре активно возрождают дома культуры, восстанавливают здания клубов и кинотеатров. В конце августа после капитального ремонта открылся старейший в городе ДК «Заря». Поэтому проблем с подходящей площадкой для показа фильмов и встреч не возникнет. А увидеть не на большом, а на домашнем экране кино для души и для размышлений смогут все самарцы. Обсуждался вопрос о показе фестивальных фильмов на телеканале «Самара ГИС». Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.